Добрый вечер всем! У нас сегодня 4 сентября 2024 года. У нас без 15.10 вечера. Вот сегодня, знаете, я даже зажгла там себе маленькую свечку ароматную, чтобы какое-то настроение, ну, вечером создать. Ну, у меня же люк тоже посмотрел, понюхал, и только хорошо пахнет. Она с кокосом, эта свечка. Ну, такое, знаете, какое-то романтическое настроение, в общем-то, придает романтика. У нас сегодня было солнечно, ну, и все равно уже такая какая-то, знаете, погода-то осенняя. Я сегодня сделала два видео, небольших, коротких видео. Одно уже отправила, вот. В общем, мы посмотрели, наверное, ну, кто интересуется природой. Ну, я поснимала наши вот эти вот начинающиеся осени пейзажи, такие приятные, на мой взгляд. В общем-то, прошлись так, знаете, хорошо. Народу мало, потому как, ну, в общем, уже все поразъехались у нас наши тут туристы. Тоже, кстати, проходили по вот речке, которую я снимала на видео. Слышу, кто-то плюхается, булькается там в речке. Думаю, господи, что там булькает. Пошли мы Женюком посмотреть, а там мужчина такой, ну, уже постарше нас, наверное, плавает. Ну, Женюк говорит, хорошо в реке плавать. Он говорит, да, так и здорово, классно. Хорошая такая, ну, вода тепленькая достаточно. Ну, вот так вот. Ну, температура потихоньку снижаться будет. Я уж посмотрела, на следующей неделе 17 градусов днем. Вот это да. Я Женюку говорю, он говорит, что-то, наверное, неправильно пишут, потому что что-то уж совсем она как-то резко опускается. Ну, вот так вот. Вот такие вот дела тут домашние у нас. То есть прогулки. Он у меня вернулся сегодня, мой охотник с охоты. Говорит, так, мне вас не хватало. У меня и Райко, понятное дело, так, говорит, я скучал без вас. Ну, правда, его не было, только ночь одну. Ну, вот так. Вчера я вам опять рассказываю свои дела о докторах. Знаете, я хотела, почитала ваши комментарии, все посмотрела. В общем-то, постаралась, ну, что смогла там ответить, что не ответила, просто поставила сердечки, потому что, надо сказать, уже бывает нечего. Вроде все как бы и сказано. Что только хочу вам сказать. Знаете, там, ну, много мне писали, какие, значит, какой сервис медицинского обслуживания в России. И, знаете как, я вам то, что рассказываю, я не сравниваю ни с одной из стран. Ну, как бы нет у меня сравнения. Ну, возможно, там где-то лучше, в какой-то стране, ну, как мне пишут в России, там очень хороший сервис и прочее. Возможно, я 15 лет не была, мне ни с чем сравнить, вот прямо, чтобы пойти, как говорится, и сравнить. Я не знаю. Я знаю только раньше, какой был сервис. Плохого ничего сказать не могу, потому что я с 18 лет жила, ну, как говорится, в семье докторов. У меня, у моего бывшего русского мужа, отца моих детей, я уже повторялась, еще раз скажу вам, вернее, я уже рассказывала, еще раз повторюсь. Он из семьи докторов, вот, доктора. И, понятное дело, что, как бы, к доктору мы обращались всегда по знакомству. Вот так у нас было. Вот с 18 лет, как приехала в Пермь город, до этого я в Екатеринбурге жила, ну, там как-то не болела, ну, или болела. Мама меня лечила, ну, как обычно, как нас всех лечили в то время, детей. А вот, то есть, такими какими-то в детстве серьезными заболеваниями я не болела, не припомню что-то. Вот. Ну, а когда после 18 вышла замуж и уехала в город Пермь проживать к моему мужу, вот, то обращалась только к докторам, как бы, по знакомству. Сестра у моего бывшего мужа была, ну, была сейчас она на пенсии, она была доктор-терапевт, но она работала в приемном отделении, то есть, как это сказать-то, заведующая, наверное, так называется, не знаю, как правильно, приемного отделения. То есть, ну, заведовала всем вот этим отделением, и, понятное дело, я к ней и ходила. То есть, придешь, она уж тебя там в этой, в своей клинике направляла туда, куда нужно, какому доктору, ну, заранее позвонишь ей, скажешь мне, куда надо. Она тебя и запишет туда, куда надо, отправит по знакомству. То есть, не было никаких проблем. Я, знаете, такими проблемами вообще никогда и не страдала. Везде даже, по-моему, зубы лечить, и то через нее мы ходили. Вот так, по-моему, так было. Не помню, чтобы какие-то трудности, чтобы я без знакомства куда-то, знаете, к какому-то доктору сходила. Все время к ней, братишься там вот к такому-то надо, ну, туда и направят, куда надо. Вот. Ну, вообще-то, знаете, я болеть не любила, и особо это уже и не болело по молодости. Как-то особо таких, особых каких-то проблем не было. Вот. А уже сюда приехала. Тут вот уже как бы, ну, наверное, с возрастом, с переменной климата и прочее. Тут как-то, ну, поболело, короче говоря. Бывало такое, что нужно было к доктору и прочее. И вот так. Направление, как правильно там написали, что и направление тут высылают на дом и прочее. Это все, оно тут есть, за этим, за здоровьем как бы следят. Здесь это все правильно, все оно как бы так и получается. Но вот рассказывала я вам о том, что у нас в регионе, вот представляете, в нашем регионе, в Андея, вот такая проблема. Мы сегодня опять занимались, искали кардиолога. Потом, знаете, еще вот хорошо, что здесь есть такие ассоциации. Нашли мы одну ассоциацию, которая занимается тем, что помогает людям найти доктора. Вот. Бесплатная ассоциация. И мы, значит, туда позвонили, связались с одним мужчиной. Мы так поняли, что он бывший доктор, а сейчас на пенсии помогает людям, ну, вот найти себе доктора. Бесплатно абсолютно. Ну, и вот он дал нам несколько телефонов. Ну, говорит, вроде, держите меня в курсе, и вот позвоните по этим телефонам, и потом скажете, взял вас доктор или не взял. То есть сделайте ссылку, что это я вас туда отправил. Ну, вот таким образом ищем вот сейчас этого кардиолога. Сегодня мы звонили два раза. Два раза, значит, нам, ну, два телефона дали. Один телефон полностью занят, написано, ну, сказано там, ну, автоответчик, что очень много требований, так скажем, и не можем с вами, ну, трубку, короче, не снимают. И во втором у нас, ну, в другое место позвонили, там сказали завтра позвонить. Ну, вот такие вот дела. Вот видите, какая ситуация. Ну, знаете, как доказывать, рассказывать что-то тут вам, ну, что вот так у нас или не иначе, потому что кто-то верит, кто-то не верит, кто-то мне доказывает, что, ну, в общем-то, не так, как оно есть на самом деле, что я вам тут рассказываю. Ой, знаете, как спорить уже нет ни сил и ни желаний. Я единственное могу сказать, те, кто живет во Франции, вот кто действительно не верит, ну, нашим проблемам, так скажем, вот у нас здесь. Ну, возьмите, наберите телефон, у нас главный город Вандея называется Ларош-Сюр-Йон. Возьмите, наберите туда в клинику, в самую главную. Попросите кардиологу записаться. Вот возьмите для интереса, вот, как говорится, проверьте. Ну, и если вы возьмете встречу, ну, вот возьмете, допустим, вам повезет, дайте ее мне, передайте эту встречу, я с удовольствием ее возьму, эту встречу, ну, и при всех вам скажу, расскажу, что вот так вот человек позвонил, и ему тут же доктора выделили. Ну, вот только так могу доказать, по-другому никак уже не знаю. Вот, то, что касается доктора сменить, тоже был разговор о том, что доктора сменить. Конечно, можно, здесь не запрещается, тут, пожалуйста, меняйте, если вам доктор не устроил, вы другого меняйте. Проблема не в этом, что его сменить нельзя, проблема в том, что никто не берет, вот в этом проблема. Ну, как не берут? Они говорят, вот у меня, вот, укомплектован, все, я уже больше взять не могу. Ну, вот не могу, все. Вот такая проблема, проблема, что не хватает. Не знаю, по какой причине, меня тоже спрашивают, по какой. Ну, возможно, у нас зарплаты не такие большие у докторов, потому что здесь такой регион туристический. В основном здесь, когда все туристы разряжаются, начинается такой мертвый сезон. Ну, море, потому что живем у океана у нас, побережье океаническое. Прямо, посмотрите по карте, те, кто, ну, допустим, во Франции живет и интересует, поинтересно. Ну, посмотрите, где Ван Дей находится, вы поймете, вот, где город лесом, то есть, где мы вообще расположены, и почему у нас такая вот проблема. Ну, вот так вот, что тут сделаешь, вот, знаете, как оно есть, так оно и есть. Ну, ладно, эту, как бы, тему я закрываю. Потом дальше вам расскажу, когда найдем, если найдем, то я вам, конечно же, расскажу, поделюсь, так скажем, новостью. Ой, дальше буду рассказывать вам, перехожу к следующему. Ну, вот охотник у меня сегодня тоже приехал, подстрелил у меня уточек опять, настрелял тут, значит, принес их домой, довольный, радостный такой, знаете, прямо радостный. Вот опять он настрелял, вот такой молодец. Ну, что я вам хочу еще сказать про уточек, про этих. Их в этом году, видимо, много, потому что он у меня вот второй раз уже приехал, второй раз с уточками приехал. А вот, я ему говорю, ну, вот, ты их не ешь, я их не ем, в общем, там, мы уже тут и Доминику нашему другу, ресторатору, отвезли. Ну, говорю, что делать, куда нам эти утки девать, девать их, куда? Ну, он вроде, давай, я их общипаю, да в холодильник, говорит, уберу морозилку. Я говорю, слушай, у меня там уже места нету для твоих уточек, еще с прошлого года есть. Тогда он вспомнил, что у него тут есть у нас один товарищ, ну, так скажем, товарищ, мы с ним работаем в теплице. Он тоже приходит иногда поработать в теплицу. Ну, вот тоже охотник, кстати сказать, он тоже, вот, охотник, рыбак, и, в общем, чем только они занимаются, ну, всем понемножечку. Ну, и мы решили позвонить ему, думаем, раз он говорил что-то как-то, что любит очень вот эти утки и прочее, дикие, обожает, вообще сам готовит. Ну, я говорю, позвони, спроси у него, что, может, ему надо, ему отдадим. Ну, позвонили, ну, а у него опять куриц он держит. Он говорит, ну, давайте так, вы, у меня там утки, а, допустим, я вам яйца. Ну, мы, ладно, говорим, очень хорошо, я яйца люблю. Я говорю, давай, ну, свои, как говорится, билу. Курочки, кстати, у него на улице бегают. Мы сегодня подъехали к нему, ну, где он живет, он нам дал свой адрес, первый раз приехали. Ну, в общем, у него действительно там столько куриц этих, они на улице у него носятся, бегают, петушок там у него. В общем, короче говоря, дал нам яйца, дал нам еще паштет из косули. Он еще охотник косули тут, видимо, ну, в прошлом году, что ли, подстрелил, сделал паштеты. Ну, и, в общем, нам банку паштета дал, короче говоря, вот такой вот хозяйственный мужчина. Ну, опять-таки, хочу немножко несколько слов сказать о животных, которых подстреливают. Ну, многие наверняка скажут, что, ой, как жалко, в общем, так это, ну, мне жалко тоже. Я бы никого не стреляла, никого бы не ела. Но дело в том, что тут такое дело, если охотников не будет, вот, представляете, вот, ну, не будет, запретят или еще что-то. Все равно регулировать вот этих косуль, там, кабанов и прочую живность, ее все равно здесь будут. Территория небольшая, все равно будут регулировать. Это значит, что будут такие охотники, они тут есть, которые, ну, это специально, это от мэрии, там, от префектуры у них, люди, которые специально этим занимаются, их будут вызывать. И они все равно будут отстреливать это поголовье, которое размножилось. То есть будут охотники, не будут. Отстреливать будут все равно, регулировать его будут. Поэтому тут, знаете, мы можем вздыхать, не вздыхать, я вот тоже переживаю. Но я сама это видела иногда, такие у нас тут, знаете, заграждения. Пишут везде все, начинается отстрел, вот именно плановый отстрел, допустим, кабанов. Они много размножились, бегают везде, а значит, тоже уже опасно становится, их начинают отстреливать. Так же и косулек, к сожалению. Но вот такие вот дела. Так вот, что хотела несколько слов сказать об этом, вот, охотнике, так скажем. Такой, знаете, он приятный достаточно мужчина, он у меня помоложе. Ну, такой спокойный на разговор, такой приятный, в общем, тоже ходит с нами в теплицу, время от времени работает, значит. Тоже там продукты получает, ну, покупает и получает, в общем, как мы все. Вот, ну, а что хотела о нем сказать? Ну, вот тоже заметила, ну, приехала я сегодня, первый раз была у него в доме. У него, представляете, у самого два дома. Он имеет, вот, как я уже сказала, моложе меня, но не работает. Сидит на, так, как же тут не сказать, за шамаж. Это, знаете, как на пособие, короче говоря, сидит. Вот, ну, я так понимаю, два дома, он их обои, оба дома их сдает. Ну, он не очень распространяется, но раз у него два дома, куда-то же он их девает. У самого еще такой два домика на колесах, компинкар, целых два мы видели, стояли. И живет он, вот, куда он нас пригласил, он живет с женщиной, француженка. Ну, что-то разговорились, тут в ее доме тоже, она тоже хозяин дома. Такой, знаете, симпатичный достаточно дом, ну, такой небольшой, немаленький, а большой-большой огород, как я уже сказала. Причем он нас провел по огороду, по своему вот этому вот пространству, саду, огороду. Там у него, значит, курицы бегают, смотрю, тут у него, он говорит, это вот ее, там, участок, где она что-то высаживает. Потом показал свой участок, и там я, говорит, что-то высаживаю. Короче говоря, представляете, вот у него, у нее, они неженатые, они просто живут вместе. Ну, мы спросили, а сколько вы времени находитесь вместе? Ух, он говорит, я такие вещи не считаю, не знаю, лет 10-12 точно говорит. Вот такие дела, ну, он кофем нас напоил, поговорили обо всем, о том, о сем. Вот просто тоже интересные, вот видите, как французы живут. Достаточно интересные такие они, вот. Ну, живет в свое удовольствие, представляете, ну, вот, видимо, какие-то доходы скрывает, так я не знаю. Ну, так это мое личное мнение, может, это не так, в конце концов, потому что, знаете, такой какой-то интересный он. Бедным-бедным его не назовешь, но, тем не менее, вот так вот живет. Вот тоже, как я уже сказала, рыбак, охотник. Вот завтра, завтра он сказал, когда поедет на природу, значит, собирать там какие-то моллюски, короче говоря, вот так вот. Самый главный такой мужчина, спокойный, простой. Ну, даже можно сказать, что интересный, симпатичный. А вот, ну, такой, знаете, высокий, достаточно такой худенький. Немножко скажу несколько слов о его француженке. Вот она потом тоже вернулась, пришла. Ну, не сказала бы, как у меня Женюк сказал, неулыбчивая какая-то, говорит. Ну, действительно, такая неулыбчивая женщина. На мой взгляд, мне так показалось, она его старше. А может и нет. Может, так просто выглядит. Но красиво ее назвать, знаете, не назовешь. Просто, понятное дело, что ему удобно с ней. Не знаю, любит он ее, не любит. Как-то не видно было, что он там, люблен в нее, или какая-то любовь, и какие-то теплые отношения. Такие дружеские. Он как моя подруга, он ее называет. Хотя живут вместе у ней в доме. Вот. Но, правда, он очень что-то все мастерит. Он показывал свой гараж, где он там что-то мастерит и прочее у нее. Вот. Он мастеровой. Поэтому руки, как говорится, из того места растут. Вот просто интересно. Вот сегодня наблюдала. Вот наблюдала прямо за ними. Вот думаю, вот надо же. Ну, потом мы, когда ушли, а Жен-Люк говорит, а я бы так вот не смог. Я говорю, чего? Ну, в принципе, я догадалась, о чем он это говорит. А вот так бы, говорит, я не смог удобно устроиться. Я говорю, ну, тут надо что-то одно выбирать. Или удобство, имеется в виду женщина с домом. Или, говорю, женщина симпатичная, красивая, симпатичная. Я говорю, тут уж надо что-то одно. Или, так говорю, одно в одном флаконе, ну, не бывает. А он говорит, а ты знаешь, вот на сайте знакомств, когда он был на сайте знакомств, он говорит, много таких женщин, которые, ну, хозяева своих домов и прочее, они сразу об этом говорят, что вот я хозяйка дома, у меня там свое, как говорится, есть жилье, ты будешь со мной жить, и все у нас будет хорошо и здорово. Но, когда, говорит, на нее смотришь, на эту хозяйку дома, понимаешь, что не очень-то много, говорит, желающих ее, ну, в общем-то, хотят с ней жить. Ну, может, только такие, как она. То есть там, говорит, далеко до, короче говоря, до совершенства. Вот, поэтому вот такие вот дела. Он говорит, много, много таких встречается, которые, в общем-то, ну, мужчину заманивают, допустим, своим домом. Ну, опять-таки, вот этот мужчина, с которым мы, у которого сегодня были, ну, видимо, для него это, как говорится, в приоритете удобство. Вот ему удобно, вот он живет с ней и прочее. Ну, опять-таки, опять-таки, понятное дело, что он только живет там, свои дома сдает, только живет и, как бы, ну, в общем-то, ни на что претендовать не может, потому что понятно, что все это, ну, и ее было, есть и будет. Ну, а ему, в принципе, и не нужно, потому что у него свои два дома имеются. Вот так вот, видите, тоже такие интересные люди. И французы тоже, знаете, как мы все, вот, как мы все люди. Ну, к чему-то приспосабливаются, чего-то, как бы, в общем, живут своей жизнью. Наверное, и у нас точно так же есть. Я не знаю, может, и у нас вот кто-то, знаете, какие-то удобства ищет. То есть, кому ведь как выгодно и как удобно. Знаете, вот это все я вам рассказываю не для, как скажем, не то, что я их осуждаю, или я просто смотрю со стороны, как вот все у них происходит. Я уж настолько с ними тут, знаете, прижилась к ним, присмотрелась, что они, ну, у меня нет какого-то другого сравнения уже. Я уже все утеряла, что у меня раньше было, что я могла чем-то сравнивать, допустим, ну, с Россией, предположим. То сейчас мне уже очень трудно, очень. Я единственное могу, ну, где-то, может быть, с Германией сравнивать, ну, в каком смысле, когда у меня невестка приезжает, то я могу еще, допустим, с ней разговариваю, а это у вас как, а это вот как. Тут еще можно как-то, ну, нам с ней посравнивать. Вот. А так уже с кем-то где-то я уже не вижу никакой разницы. И даже во француженках уже большой разницы с нами, ну, у меня стираются эти грани. То есть, они для меня такие же, как мы, но только вот как тут живут, что делают. Тут, в общем-то, только на это и, ну, как мужчины с женщинами, вот надо сказать о чем. Как они уживаются, мужчины с женщинами, что они вообще тут ищут, что им надо. В принципе, как я уже сказала, оказывается многим людям просто удобство. Вот удобно, вот хорошо, вот так вот, ну, вот так деньги экономятся. То есть, как бы считают свои, ну, деньги. Вот, потому что, видимо, ему так, ну, два дома, представляете, чтобы сдавать два дома, это тоже немаленькие деньги, тем более сейчас. Притом у него еще, причем у него это пособие, он еще не на пенсии. Вы представляете, как ему хорошо живется. И плюсом он поработал в этой с нами теплице. Он почаще ходит два-три раза, видимо, ну, я не знаю, по договоренности или как. Ну, и продукты у него там на недельку бесплатные. Вот, курица еще, кстати, продает яйца. Ну, нам он бесплатно дал, но опять-таки в обмен на утки. Вот, а утки тоже, кстати сказать, получается дорого, потому что патроны достаточно дорогие. Вот, поэтому каждая утка, у Жанлюка прям золотая получается. Вот такие вот дела. И куриц держать дешевле, чем уток стрелять. Потому что надо же еще и угодья содержать, и вот это его озеро мыть. Он вчера, говорит, там, мне сообщение отправил, говорит, я так, говорит, устал, что я уже понимаю, я уже чувствую, что мне уже становится все это тяжеловато. Ну, ладно, вот такие, знаете, мои наблюдения тут за французскими мужчинами, за француженками. Ну, вот так вот. Всех вас люблю, целую и обнимаю. Всем вам спокойной ночи, наверное, можно пожелать, да? Нет, наверное, хорошего вечера и спокойной ночи, не знаю, потому что всех же по-разному время. Ну и доброго утра тем, кто будет смотреть меня за чашечкой чая или кофе. А я пошла смотреть фильм новый. Не знаю, какой, по платному каналу. Если что-то интересное увижу, вам обязательно расскажу. Пока-пока и, надеюсь, до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok